Здравствуйте, меня зовут Елена Волкова. Я хочу поделиться со всеми своими впечатлениями от участия в третьем потоке марафона женственности. Этот марафон был для меня первым. Меня в нем уговорила поучаствовать моя сестричка Даша. Спасибо ей за это огромное. Я изменилась за эти два месяца просто до неузнаваемости. Это замечают окружающие, это замечают родители, это замечаю главное я. Я чувствую, что я снова превращаюсь из угловатого, агрессивного мальчишки обратно в девочку-принцессу, которую потеряла уже года три назад. Я почти отказалась от брюк. У меня почти не было до марафона юбок в гардеробе, но для чистоты эксперимента пришлось от брюк отказаться. Сейчас у меня юбками и платьями забито пол шкафа. Изменения не заставили себя долго ждать. Сначала было непривычно и неудобно, но потом вдруг оказалось, что в юбках действительно теплее, чем в брюках. Плюс мне постоянно делают комплименты незнакомые молодые люди на улице. Меня пропускают в дверях, мне предлагают помощь. Я чувствую себя принцессой. Это здорово. Плюс вдобавок следуют и внутренние изменения. Я чувствую, что я замедляю бег, я перестаю торопиться, суетиться, становлюсь менее агрессивной и начинаю вглядываться в окружающий мир. Как бы это сказать? В айкидо это называется дзансин. То есть такой направленный контроль, когда живешь не на автомате, а вдумчиво совершаешь каждое свое действие. Когда ты видишь все, что происходит вокруг. Я перестала жить на автомате, я вышла из достаточно длительного и не очень приятного набиоза. Я вижу солнышко за окном, я слышу, как поют птички. Я слышу жизнь, я вижу жизнь, я чувствую жизнь. Это заставляет меня двигаться, расти дальше и искать новые горизонты для себя, для своего развития. Я стала гораздо менее агрессивной в последнее время и более общительной. У меня наконец-то появились снова подружки. Я думала всегда, что... Ну не всегда, конечно, но после определенных событий я стала таким берегом, одиночкой, что лучшая подружка это подушка. Сейчас я понимаю, как я ошибалась. Я стала восстанавливать старые связи. У меня появилось много новых подруг и вообще расширился круг общения. Но, что замечательно, многие старые подруги возвращаются сами, читая отчеты или просто чувствуя мои изменения. Я им очень благодарна за это, за то, что простили мне мое гнусное поведение, за забвение и тому подобное. На самом деле, теперь я понимаю, как это для меня важно, этот обмен женской энергией, эти поболтушки за чашкой кофе. Сейчас я встречаюсь с подружками почти каждый день, вылезла из своей норы, вылезла из своего кокона и снова готова слышать, слушать. Мне хочется помогать людям, мне хочется каких-то новых событий в своей жизни. Помимо прочего, улучшились мои отношения с родителями и с роднёй вообще. Не могу сказать, что я живу в каких-то кошмарных условиях, скандалах и руганиях. Нет, такого, конечно, никогда не было, но всё-таки проблемы были как раз последние несколько лет. И сейчас родители... Буквально вчера у меня был разговор с мамой, когда она сказала, что я замечаю, что ты стала менее агрессивной, меньше огрызаешься. Что вообще происходит? И оказалось, это марафон. Сейчас мы живём очень мирно, гармонично. Я наконец-то поняла, что мои родители любят и принимают меня такой, какая я есть. Они любят меня, несмотря на все мои заморочки, ошибки, на все мои недостатки. Они всегда ведут меня за руку и готовы помочь, обнять и утешить. В то же время и я люблю их такими, какие они есть. Просто я научилась меньше огрызаться, больше прислушиваться к их мнению и в то же время мирно отстаивать свою собственную точку зрения. Обходя какие-то конфликтные углы, оставаться всё равно на своём. Но при этом не поссориться. Это очень важно, это очень добавляет гармонии в мою жизнь. Спасибо за это марафону и той медитации, которую организаторы предоставили в одном из заданий. Что ещё сказать? Я чувствую наконец-то в себе творческий подъём, вдохновение. Творчество — это очень важная часть моей жизни. Ещё с детства родители помогали мне это в себе развивать. Но в последнее время были проблемы с этим вдохновением, ничего не получалось. Мне это угнетало ещё больше. Такой получался замкнутый круг. Сейчас за два месяца я написала стихов больше, чем за последние два года. Я чувствую в себе подъём. Вдобавок мне хочется снова учиться. Мне хочется узнавать новое, расти, развиваться. Хочется, может быть, найти какие-то новые увлечения, более женские. Хотя икидо я всё равно не брошу. Я реже включаю компьютер. Почти вообще не включаю. Включала его в эти два месяца, только чтобы написать отчёт в марафон. От социальных сетей не получилось отказаться. Потому что, конечно, основной поток общения сейчас идёт там. Но всё-таки встречаюсь с подружками я почти каждый день. И это добавляет красок в мою жизнь. Насчёт соцсетей. Мне было очень страшно выкладывать отчёты в сеть. Но так уж, для полной чистоты эксперимента мне хотелось узнать, как это. Я боялась, что меня осудят, что меня будут обсуждать, что меня закидают камнями. И зачем вообще открываться людям, учитывая, что половину своего списка контактов я не то чтобы не знаю, но не общаюсь. Но через некоторое время после начала я получила такую колоссальную волну поддержки от своих друзей, знакомых, от совершенно незнакомых. Когда ко мне подходили и говорили, да, молодец, это работа над собой, ты умница, флаг в руки. Очень интересно читать, я разделяю эти мнения, когда я вижу, что мои отчёты помогают каким-то людям, как это сказать, когда мой инсайт рождает инсайт другого человека. Мне это очень греет душу. Отдельное спасибо хотелось бы сказать за поддержку моему тренеру Наилю. Потому что, наверное, это человек, который больше всех знает, что такое Адзан Син и что такое работа над собой. Думаю, без этой поддержки я бы, если бы не бросила отчёт на полпути, но просто не подошла бы к нему так ответственно, так вдумчиво, не стала бы так подробно писать отчёты, так искренне. Спасибо большое всем, кто меня поддержал. Спасибо большое Алексею и Ольге Валяевым за этот марафон. Спасибо им же за то, что я снова радуюсь жизни, за то, что я снова в платье и на каблуках, за то, что я принцесса. В моей душе свет и гармония. Я чувствую вдохновение. Я хочу двигаться дальше. Я планирую участие в третьем потоке... Господи, в третьем... В пятом потоке марафона женственности. Потому что я не хочу бросать начатое на полпути. Хочется добиться чуть-чуть побольше. Так что всем спасибо. До встречи в пятом марафоне. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok